Для мам и пап 11-ти классников состоялся единый государственный экзамен на базе школы номер 9. В этом году по решению Рособорнадзора родители писали ЕГЭ по истории. Родители на собственном опыте могут испытать, в каких условиях дети сдают экзамен, пройти через всю процедуру экзамена. Я думаю, что родители, побывав в роли учеников, теперь психологически поддержат и пожелают всем ни пуха, ни пера. Организаторы старались воссоздать атмосферу, максимально приближенную к реальному экзамену. Все участники проходили через металлодетектор, занимали места в аудиториях и получали инструктаж перед началом экзаменационной работы. Дежурили общественные наблюдатели и организаторы. Экзаменуемые задавали вопросы по поводу проведения экзамена. Главным конкретным листом номер 2, лист 1, это задание, когда нужно что-то описать, ответ какой-то, дописывая, и они заполняют. Дети пишут, вот, только это будет. Потом заканчивается, они продолжают писать нам дополнительно, на втором листе. Если не хватает, мы даем дополнительные планы. Если не востребовано. Если не востребовано, мы ставим взятку большую. Царила слегка волнительная обстановка. Родители перешептывались между собой, переживали, но потом все сосредоточились. Экзамен прошел в деловой обстановке. Какое мнение у родителей, прошедших испытания в реальной обстановке? Экзамен, конечно, очень волнительный, но нужно сосредоточиться, спокойно писать. Сдавалось, в принципе, легко, если сильно не волноваться. Я думаю, ребенок мой тоже сдаст хорошо. Самое главное, что, получив подобный опыт, мамам и папам будет намного легче поддержать своего ребенка перед экзаменом и оказать ему психологическую помощь.